В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Традиционно в двогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может быть чем огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем лето 2018. Технопарк Саров КПП номер 4, 10 школа. Эти объекты посетил глава региона Глеб Никитин во время рабочего визита в наш город. А после встретился с саровчанами в драматическом театре, чтобы ответить на их вопросы. Горожан интересовали, какое место занимает Саров в стратегии развития области, в каких специалистах нуждается регион, как обстоят дела с культурой и спортом. Были и более локальные темы о судьбе ФОК и 11 школы, о расселении аварийных домов и очереди на жилье. Вместе с Глебом Никитиным на вопрос отвечали представители профильных министерств Нижегородской области. 21 миллиард рублей необходим на реконструкцию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте в Нижегородской области. Среди них и наша школа номер 10, в которой из-за аварийного состояния здания занятия не проводятся уже почти полтора года. Восстановительные работы в ней начнутся уже в ближайшее время. Об этом заявил Глеб Никитин во время своего рабочего визита в Саров. Глава региона отметил, что средства на ремонт здания уже выделены и ситуация находится под полным контролем. Я поставил задачу, чтобы глава города и руководство города и министерство образования держали полностью процесс на контроле, что 1 сентября 2019 года можно было запустить уже образовательный процесс. А вот судьба новой 11 школы пока под вопросом о том, когда же ее наконец построят, спросили саровчане на встрече с главой региона в драмтеатре. По школе уже разработана проектная смертная документация. Это мы можем подтвердить. И я думаю, что по той программе, которая сейчас включена на 2021-2022 годы, то, что в школе ситуация уже есть второй смены, и то, что там 140 детей в этом году занимаются во вторую смену еще, это мы знаем. Не обошли вниманием горожане и тему ФОКа. Его появление в Сарове ждут уже долгие годы. Как отметил Глеб Никитин, проект комплекса очень дорогостоящий. Если типовой ФОК стоит порядка 400-450 миллионов рублей, Саровский в два раза дороже. Я думаю, что перспективы есть очень хорошие, решить этот вопрос на условиях концессии. Потому что большой спрос на спорт, нерудотворенный, большое население, высокообразованное, социально ориентированное. И я думаю, что мы на основе концессии возьмем, заключим соглашение и, естественно, профинансируем частично этот объект. Потому что 800 миллионов таких средств, ну, по крайней мере, в ближайший год нет точно. Можно на основе условий концессии, можно будет начать. Я это поручение уже дал сегодня, проработать этот вопрос. Есть инициаторы, мне сказали. Есть с кем разговаривать, это не абстракция. Спрашивали саровчане и про судьбу ТАСЭР, про технопарк Саров, про появление электробусов в Сарове, стратегию развития региона, капитальный ремонт и про многое другое. На честь вопросов ответы были получены сразу. Часть Глеб Никитин взял под контроль. Встреча с главой региона и министрами Нижегородской области продолжалась более двух часов. Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Традиционный тот праздник вспоминают те, кто вкладывает все силы в то, чтобы наши города развивались и с каждым годом становились все более красивыми и комфортными. Благодаря строителям преображается и Саров. За последний год здесь появилось немало новых объектов. Обновлена улица Харитона, мост через реку Сатис, храм царственных страстотерпцев и, конечно, современные жилые микрорайоны. Мы решили выяснить у горожан, как они оценивают работу строителей в Сарове. Одна из самых значимых и масштабных строек, завершившихся в прошлом году, мост через реку Сатис. Магистраль протяженностью 80 метров соединила старую и новую части города. На ее строительство федеральный бюджет выделил 634 миллиона рублей. Казаха огромные были сделаны. Эффект мог быть достигнут меньшими тратами. Мост хороший, удобно теперь передвигаться с нового района в старый. Я не профессионал, но мне все нравится, как гражданину. Смотрите, если болтается. Лестницу пусть сделают по-нормальному. А что с ней не так? А вы сами подойдите, посмотрите одно перила всего. Там даже его и нету, можно сказать. А вот новая дорога на Харитоны появилась благодаря поддержке из регионального бюджета. Из 80 миллионов рублей 70% предоставила область, 30% выделила городская казна. Новую дорогу открыли прошлой осенью. Пробок нет, все нормально стало. Середину облагородить, чтобы было красиво. Не вот здесь вот дерна один, а так травкой газончик сделать. Расширение разгрузило дорогу, гораздо свободнее стало. Мне кажется, узковато. Особенно стоянка, когда объезжает их прям поездно. Автобусы тогда большие. С одной стороны, хорошо, что дорогу расширили, облагоустроили меня, например. Но переживаю, с другой стороны, за то, что здесь нарушили цветы. Мне очень нравились, которые здесь все время были. Храм царственных страстотерпцев возводился исключительно на пожертвования прихожан. Строили его почти пять лет. Дата его открытия совпала со столетием со дня расстрела последнего русского императора и его семьи. Освящение храма стало настоящим праздником для горожан. Мне очень здание нравится. Оно наполнено той энергией, которая нужна для душевного равновесия. Все классно. Фонарики, плиточка. Люди отдыхают с детьми здесь, с колясками сидят. Все красиво. Ну и, конечно, в городе продолжают строить жилые дома. И приятно, что вместе с этими домами появляются огромные благоустроенные территории. Яркий пример – жилой комплекс «Саровская ривьера», который без преувеличения стал центром притяжения для горожан. Прогулочная набережная, зеленые газоны, декоративные деревья, дизайнерские лавочки и идеально четкие линии фасадов домов. А еще современные спортивные и детские площадки. «Саровская ривьера» стала излюбленным местом для фотосессий и масштабных мероприятий, таких как, например, фитнес-уикенд, и просто для прогулок и занятий спортом. Здесь замечательно. Я хотел бы здесь жить, вот как минимум, но сейчас пока не живу. Приезжаю сюда, отдыхаю, занимаюсь воркаутом, занимаюсь физкультурой, отдыхаю. Здесь тихо, спокойно, природа, утки. Просто отлично. Как наша питерская ривьера. Отличный район, очень удобно, все продуманы парковки. Здесь дети вместе погулять, все просто супер. Как вам набережная? Отличная. Мы любим здесь гулять, всей семьей. Превосходное место. Ребенка отдала в садик, сама сижу здесь, медитирую, балдею, кайфую, наслаждаюсь жизнью и жду, когда набережная продлится к моему дому. Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости. Победителем в этой номинации в прошлом году стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от регионального министерства экономического развития. Церемония награждения прошла в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Конкурс «Инвестиционный проект года» правительство Нижегородской области проводит вот уже 12 лет. Его номинантами становятся наиболее значимые для региона проекты в различных отраслях экономики. В этом году конкурс проводился по восьми номинациям, среди которых инвестиционный проект в сфере жилой недвижимости. Позвольте от всей души поздравить заранее всех победителей этой премии, заверить вас, что мы делаем всё возможное, чтобы ваши проекты были успешны и чтобы мы вместе с вами гордились вашими результатами. Победителем в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости стал проект жилого комплекса «Саровская ривьера» компании «Саровинвест». Директор компании Павел Харитонов лично получил награду от Министерства экономического развития Нижегородской области. Огромное спасибо за оценку. Приятно осознавать, что усилия потрачены не зря. Но это лишь первый этап нашего большого проекта. Мы и обещаем, что в будущем будем удивлять новыми проектами и их реализацией. Проект «Саровской ривьеры» не в первый раз отмечен специалистами строительного рынка и региональным правительством. Прошлой осенью при посещении Сарова в Рио губернатора Глеб Никитин высоко оценил уровень возводимого жилого комплекса и выразил надежду, что все застройщики региона будут стремиться к такому качеству. А год назад, в сентябре 2017-го, «Саровская ривьера» стала финалистом третьего градостроительного конкурса «Минстроя РФ». Проект жилого комплекса был представлен на ВДНХ в рамках 4-го российского инвестиционно-строительного форума. «Саровская ривьера» – это проект, которым огромное внимание уделено деталям и благоустройством. Мы попробовали и, наверное, успешно создали по-настоящему комфортную среду для жителей с помощью различных проектных решений. В сегодняшний момент «Саровская ривьера» стала уже центром протяжения не только жителей, но и гостей Сарова. Проект комплексного освоения территории «Саровская ривьера» – это 54 гектара земли, на которых в общей сложности будет возведено порядка 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проект продолжает развиваться, продолжаются работы по благоустройству и строительству. Скоро появятся новые дома, а прогулочная набережная с зелеными газонами, декоративными деревьями и дизайнерскими лавочками протянется от Красного дома до плотины. Ее общая длина составит 3 километра. 1 августа – особенный праздник для всех православных. В этот день, в 1754 году, родился Серафим Саровский. В 1903 году его канонизировали, а в 91-м святые мощи вернули на Дивеевскую землю. И сегодня тысячи паломников со всего мира приезжают в Дивеево на торжества, посвященные Дню памяти Серафима Саровского, чтобы прикоснуться к мощам преподобного и искупаться в святом источнике. Для того, чтобы желающие побывать на Серафимовских торжествах смогли приехать на праздник заранее, в Дивееве развернули палаточный городок. Он рассчитан на 4000 человек. Ежечасно сюда приходят все новые и новые гости. Сейчас в городке проживает более 2000 человек. Думаем, что сегодня, накануне Божественной Литургии, прибудут еще паломники из разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья. В городке есть все необходимое для жизни – полевая кухня, душевые, сделанные розетки для зарядных устройств. В центральной часовне расположили святыни с крестных ходов. Доступ к ним также есть у всех желающих. Подумали и о безопасности гостей. Регулярно в палаточном городе дежурят машины скорой помощи и сотрудники силовых структур. Сам палаточный городок устанавливался силами Национальной гвардии. А в обеспечении городка участвуют многие-многие службы. Это и отдел полиции по Дивеевскому району, это медицина катастроф, это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, ну и, конечно же, наши питатели, наши кормители, это облпотребсоюз. Но большую часть времени у гостей занимает посещение богослужений и осмотр достопримечательностей Серафима Дивеевского женского монастыря. Ради возможности поклониться святым местам и прикоснуться к мощам преподобного, люди приехали из разных уголков страны. Мы очень любим это место и с удовольствием всегда сюда приезжаем. Благодать на душе, приятное ощущение. Надо побывать, почаще приезжать по возможности. Очень рада, что сюда приехали. Такое место святое, прекрасное, красивое, во-первых. И в храме побываешь, на душе так сделается, как будто, как все говорят, там поболи. Одни впервые приехали на торжества, для других это стало доброй семейной традицией. Несмотря на то, что многим пришлось преодолеть не одну сотню километров, они испытывают на праздничных мероприятиях с кожей чувства. Очень хорошо, приятно даже. Душа здесь отдыхает. Мне нравится здесь. Это ощущение. Ну, Божья благодать здесь. Впечатления только положительные. И после этих впечатлений только одна благодать на душе. Все внутри светится. Не знаю, как передать еще словами. Не передашь словами. Усталость от дальней дороги и жаркий день не стали препятствием для того, чтобы отказаться от посещения монастыря. Паломники за несколько дней смогли посетить все достопримечательности Дивеевской обители, искупаться в источнике и пройти по Святой Канавке. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года в России вспомнили одну из самых мрачных дат истории. Сто лет со дня, когда вместе с последним императором Николаем II были расстреляны его супруга, пятеро детей и несколько близких к царской семье. Почтили память мучеников во всех регионах страны. Центральным местом стал Екатеринбург. Здесь в крестном ходе приняли участие более 100 тысяч человек. В Сарове в эту ночь тоже прошли торжественные мероприятия, свой крестный ход и освящение храма памятника царской семье. Благодатная ночь. Именно так называют ее тысячи верующих, собравшихся на монастырской площади. 17 июля – дата, которая никогда не сотрется со страниц учебников и навсегда останется в истории нашей страны. Николай II и его семья приняли мученическую смерть ради своего народа. Это такой торжественно внутренне трогательный момент, когда мы все переживаем и вспоминаем, что произошло 100 лет назад. И вот этим крестным ходом, молитвенным ходом, мы будем как бы возвращаться в те исторические сюжеты, в те исторические моменты, когда это произошла трагедия. На праздничное мероприятие приехал митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Он и возглавил крестный ход. Ровно в 11 ночи верующие с хоругвами и песнопениями начали шествие от Свято-Успенского монастыря к новому храму, построенному в честь царской семьи. Несколько сотен сыровчан, пенсионеры и дети, паломники и простые горожане, учителя, строители первые лица города. Все они прошли по улицам нового района, держа в руках свечи и лампадки и размышляя о трагедии тех лет. Для каждого из них этот крестный ход и освящение храма имеют особое значение. По большому счету царская семья, с точки зрения православия, христианства совершила тот же путь, что Иисус Христос и причисленные к лику святых они будут почитаться со временем все больше и больше. Поэтому сегодня очень важное событие, как для города, так и для всего православного мира, наверное, в целом. Это наша история. Историю надо помнить. Люди, которые помнят историю, они всегда имеют будущее. Это наш город. Как вы все знают, и не только мы разрабатываем оружие, но и духовный центр России. Поэтому смотрите, сколько сегодня людей. Все воодушевленные, все идем на освящение храма. Первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье императора, появился в Сарове не случайно. Именно Николай II настаивал на канонизации преподобного Серафима Саровского и причисление его к лику святых. Поэтому то, что именно в эту ночь прошло освящение храма царственных страстотерпцев, стало для саровчан знаковым событием. Большой праздник для нас, для нашего города. Такое торжественное событие для нашего города, мне кажется. Поэтому не смогли остаться равнодушными и пришли. Вообще освящение храма – это всегда праздник. А такого в Сарове. Поэтому все, сели на машину, приехали из Нижнего. Царь прославил нашего батюшка Серафима. Это уже немаловажное значение имеет. После правящий архиерей провел чин освящения, на котором присутствовали и благотворители храма. Несмотря на то, что стрелки на часах давно показывали за полночь, площадь перед храмом была заполнена сотнями верующих, которые после освящения совершили крестный ход вокруг храма. Во многих городах крестные ходы в ночь с 16 на 17 июля уже давно стали доброй традицией, которая, возможно, появится и в нашем городе. Стать зрителем шоу «Мыльных пузырей», принять участие в благотворительном марафоне и своими глазами увидеть выступление московской духовой ковер-группы. Серовчане приняли участие в большой программе, посвященной сразу двум праздникам – Дню России и Дню города. Началось 12 июня с костюмированного велопарада на площади Ленина, который разделили на два этапа. Подробности в следующем репортаже. На старт костюмированного велопарада вышли порядка 300 человек. Среди них бизнесмены, подростки, волонтеры, депутаты. Всем участникам велопробега предстояло проехать по проспекту Ленина вниз до Комсомольской площади и обратно. У меня костюм пирата. Я ежегодно в него наряжаюсь, чтобы участвовать в конкурсах, развеселить людей. В обычной жизни в таком наряде не походишь, и ты можешь спокойно погулять по городу, поездить на велосипеде. Зайцы-покемоны-пираты – это лишь малая часть персонажей, которые приехали на центральную площадь города. Каждый участник велопарада выбирал себе карнавальный костюм по душе. Одним из самых ярких персонажей велопробега оказался почтальон Печкин, роль которого исполнил Олег Важдаев. Костюм у меня, конечно, красивый, потому что это морская почта. Я же теперь на пенсии, жизнь счастливая, времени полно, вот и работаю на благо людей. Помимо велопробега, всех участников ждал праздничный концерт, где горожане смогли увидеть выступление военно-духового оркестра, войск национальной гвардии и коллективов из города Заречного. А для маленьких горожан организаторы подготовили интерактивные игровые площадки со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. Конец июня запомнился Саровчанам сразу двумя знаменательными праздниками. Один из них с нетерпением ждали все одиннадцатиклассники города. Начался выпускной вечер с торжественной церемонии вручения медалей и сертификатов на целевое обучение в вузах. После этого парад выпускников вышел на центральную площадь города. Остались за спиной уроки, домашние задания и экзамены. Для кого-то 11 лет в школе пролетели как один день, для других это был долгий путь к цели и кропотливая работа над собой. Виктория Михайлович с волнением ждала этого момента. В день прощания со школы девушку переполняли самые разные чувства. Ну, немного усталость, но в принципе радость, счастье, что могу сказать. Свобода наконец-то. Сбор выпускников у Дворца детского творчества стал уже доброй традицией. Именно здесь представители ядерного центра вручили будущим студентам целевые направления на обучение. А затем, под рев моторов, торжества переметились на площадь. Колонну выпускников возглавили городские байкеры. С большой сцены с напустленными словами к вчерашним школьникам обратились руководители городской думы и администрации. Именно вам, друзья мои, предстоит развивать наш город. Именно вам создавать все те замечательные разработки, которые есть у госкорпорации «Росатом». Ну и, собственно, двигать, двигать дальше и научную мысль. Праздничную программу для зрителей подготовили не только творческие коллективы нашего города. На сцену вышли и сами выпускники, которые исполнили для саровчан кавер-версии известных песен. Добрый вечер, новый город, Добавь огня, Люби меня, пока я молод. Самым долгожданным и приятным подарком стал фейерверк, который завершил праздник выпускников на центральной площади города. Еще один любимый саровчанами праздник – День молодежи. Его посвятили главному событию лету – Чемпионата мира по футболу в России. Весь вечер для горожан работали различные зоны отдыха и настольные игры. Семейные конкурсы, фестиваль красок, мастер-классы. Экологическая акция в фестивале энергосбережения, а также историческая зона молодежного проекта «Саровский котельон». Среди отдыхающих на дне молодежи саровчан заметно выделялись участники саровского котельона в пышных платьях, в раках и перчатках. Повторив основные фигуры вальса, польки, мазурки, активисты молодежного проекта закружили зрителей в танце. Клуб исторической реконструкции «Армир» представил возможность горожанам не только почувствовать себя аристократами на балу, но и ремесленниками, и воинами эпохи Ивана Грозного. Каждый желающий мог подержать в руках мечи, бердыши, мушкеты и примерить стальной шлем. У нас сегодня фехтование на мягком оружии для детей и не очень детей всех возрастов. Фото зона, где можно сфотографироваться на троне, с оружием, с любым, да, и выставка оружия. День молодежи на стадионе Икар стал праздником для саровчан всех возрастов. Каждый мог найти себе занятие по интересам. Из зоны исторической реконструкции зрители перемещали в танцевальный сектор, где творческие коллективы города давали мастер-классы по танцам различных стилей. А те, кому хотелось особенных впечатлений от праздника, веселились на фестивале красок. Современные музыкальные хиты, яркая краска и возможность немного похулиганить – вот составляющие хорошего настроения. Ну то, что весело и интересно было. Все-таки первый раз сюда пришел, чтобы покидаться красками. Ярко и интересно. Для тех, кому не хотелось активного веселья и праздничной суеты, организаторы приготовили зону настольных игр и отдыха. Такая зона отдыха оказалась очень кстати для маленьких детей, которые могли поиграть не только в подвижные игры, но и просто порисовать и посидеть в мягких креслах. Взрослые могли отдышаться, сыграть с друзьями партию «Маджонг» или «Манчкин». А дети с родителями увлеченно передвигали пластмассовых футболистов, пытаясь забить гол в ворота соперникам. У нас в прошлом году была такая тоже зона настольных игр. Вроде бы отзыв получили хороший. И в этом году решили полностью, как бы, 4 стола занять под настольные игры. Потому что молодежь хочет. Творческие, танцевальные, спортивные и исторические площадки молодежного праздника стали для саровчан уникальной возможностью попробовать себя в различных направлениях. 8 июля вся страна отмечает один из самых светлых праздников лета – День семьи, любви и верности. В этот день во всех регионах страны прошли массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты. Саров не стал исключением. В Зимнем саду молодежного центра чествовали тех, кто отмечает свою 25-ю годовщину свадьбы, тех, у кого в этом году родилось двое и более детей, а также подводили итоги фотоконкурса «Радость от Толста». 73-летнему Ивану Митину в детстве родители заложили ориентиры, что семья должна быть большой, детей и внуков должно быть много, и любить всегда нужно только одну женщину. Он так и сделал. В День семьи, любви и верности ему и его супруги вручили медаль за любовь и верность. А ее как увидел, и все. Она меня увидит, квартет мой будет. Все заколдовала. И все, и вот, 50 лет, 4 детей, 5 внуков. Семья Барановых по своему жизненному пути идет в соответствии с выстроенным когда-то планом. Они всегда мечтали о двойне. В этом году желание супругов наконец-то исполнилось. На свет у них появились сразу и мальчик, и девочка. Проблем с тем, как назвать детей, у супругов Барановых не возникло. Сразу решили назвать Мария и Артема, и как раз 17 апреля я родила, и в этот день были именины Артема и Мария. Нам повезло. Четырем саровским семьям, у которых в этом году родились двойни, на торжественную церемонию вручили первые документы в жизни малышей, свидетельства о рождении, а также памятные подарки. Все идет из семьи. Как бы сейчас это ни говорили, что школу должна воспитывать кто-то, общественные и так прочее. То, что заложили в семье, то и будет на протяжении всей жизни. Особое место на семейном празднике было отведено для награждения по итогам фотоконкурса ПАП «Радость отцовства». Почти 50 участников и более полусотни работ. Выбирать победителя было нелегко, но, как отметили организаторы и участники, тут главное не победа. Главное – это прекрасные взаимоотношения внутри семьи. Это самая высокая награда для ПАП. Турниры по пейнтболу проходят по дивизионной системе. Каждая команда играет три отборочных матча. И по их результатам определяются участники полуфинала и финала. Если в подгруппе больше 11 команд, играются еще и четверть финала. Таким образом, за один игровой день команда принимает участие как минимум в пяти матчах. Если по времени говорить, средний дивизион – это где-то пять матчей по 40 минут. Чтобы вы понимали, это вам не футбол, но, в общем, где ребята сгоняли 90 минут и все отдыхают. Это целый день напряженной спортивной работы, где команды соревнуются и в тактической, и в физической подготовке, и в личной подготовке, доказывая на поле, кто из них лучше. Игровые минуты на поле проходят быстро. Игроки придерживаются принципа, что цель, которая движется медленно, легче поразить, чем ту, которая движется быстро. Отсюда и колоссальная скорость на поле. Переговоры игроков заглушают сотни выстрелов одновременно из десяти маркеров. Баталиям на матчах предшествует еще несколько этапов. Команды начинают готовиться к выходу на поле за несколько часов. Отличная подготовка и плечо друга как на поле, так и вне его. Благодаря сочетанию этих факторов игрокам клуба «Реактор» удалось выиграть полуфинальный матч и попасть в финал. В последнем поединке счет после двух игр 1-1. Судьбу золотых медалей решил овертайм, в котором удача отвернулась от наших спортсменов. И сравчане буквально подарили победу своему сопернику. Результат – почетное второе место. В принципе, ребята молодцы. Включая меня, мы все, мне кажется, качественно выполняли постановки нашего тренера. И это, собственно, привело к победам. Результаты российских пейнтболистов на мировой арене поражают. Мужская сборная – действующие чемпионы мира. Женщины занимали высшую ступень пьедестала почета три раза. В этом сезоне нашим пейнтболистам не было равных ни на ветеранских, ни на мужских, ни на женских мировых первенствах. Провести утро выходного дня весело и с пользой для здоровья. В августе на территории жилого комплекса «Саровская ривьера» прошел первый фитнес-уикенд от клуба «Броско». Поучаствовать в спортивном празднике пришли десятки жителей с нашего города. Опытные тренеры клуба «Броско» провели занятия по зажигательной румбе, ободряющему функциональному тренингу и уравновешивающую бодибалансу. Подробности далее. Спортивный марафон по зажигательную музыку продолжался около трех часов. Для участниц организаторы подготовили обширную программу из трех мастер-классов. Начали с зумбо-аэробики. Озарядившись энергией спортсменки перешли к силовым упражнениям – функциональному тренингу. Прыжки, отжимания, приседы. Чтобы добиться результата, участницам пришлось выложиться на максимум. Они крутые! Они молодцы, девчонки молодцы пришли. Не поленились, поднялись пораньше. Мы видим прогресс занятий фитнесом. Люди в городе больше стали этим интересоваться. Для них движение стало действительно частью их жизни. И наши клиенты, постоянные девочки, они не могут просто жить уже без фитнеса. И заключительный мастер-класс – бодибаланс. Это направление включает в себя йогу, стрейчинг, пилатес и, конечно, релакс. И, по мнению участниц, когда эти упражнения проводишь не в спортивном зале, они приносят двойное удовольствие. Занятия на свежем воздухе еще больше стимулируют и мотивируют. И после этого очень хорошее настроение, на самом деле. Это лучше, чем тренировка в зале. А вообще, посмотрите, какой здесь прекрасный вид. И газон, и все. И, в общем, ревьера супер. Фитнес-уикенд от броска фитнес никого не оставил равнодушным. Мастер-классы получили большой отклик среди саровчанок. А это значит, что организаторы постараются теперь как можно чаще проводить подобные открытые занятия. 14 команд, практически 200 участников из разных регионов страны. В июле Саров принимал первенство России по лыжероллерам среди юношей и девушек до 21 года. Первый заезд спортсменов прошел на лыжной базе. Во второй день соревнований переместились на улицу строителя Захарова. Ровно в 11 дня был дан старт гонки-преследования. Подробности в следующем репортаже. На соревнованиях высокого уровня уже давно применяются специальные автоматизированные системы фиксации старта и финиша каждого спортсмена. Благодаря таким датчикам на табло выводятся нужные данные и всегда можно отследить, не сошел ли спортсмен с дистанции, что особенно актуально при прохождении достаточно протяженной трассы. Артур Антипов перед заездом, как и все спортсмены, проходит обязательную процедуру крепления тех самых электронных датчиков или чипов. На юношеское первенство Артур приехал из Великого Новгорода. Посмотрел на старших ребят, когда был маленький, они мне понравились, как катаются. И вот пришел на лыжный спорт и стал упорно заниматься. Тренер стал брать меня на сборы и вот с этого пошел тренировки, тренировки. Не терять форму в межсезонье и продолжать завоевывать призовые места на соревнованиях. На скоростные лыжи-роллеры в летний-осенний период в основном встают спортсмены-лыжники. Раньше юниоры выступали на первенствах России вместе со взрослыми. В этом году лыжники в возрасте до 21 года соревнуются отдельно. В этом году у нас первое соревнование самостоятельно среди юниоров без взрослых. Впереди у спортсменов еще два дня соревнований 28 и 29 июля. Пройдут они также на улице Строителя Захарова. Таким нам запомнен след ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2018-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, каким был сентябрь-октябрь 2018-го. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и только хороших новостей в новом году. Редактор субтитров А.Семкин